А вот если бы они пробили там с 30 метров, вот тогда вот это вот опасно. Да ни хрена, это вообще ничего не говорит. Хотя, наверное, этот фрагмент люди, которые будут смотреть в короткой версии, все равно не услышат. Локомотив сегодня играл с Рубином, играл на выезде. Локомотива с Рубином всегда очень тяжело на выезде получается. Даже когда Рубин уже в постбердыевские времена выглядел совсем не очень, выглядел плохо. Мы все равно умудрялись не выигрывать там. Насколько я помню статистику, лишь трижды из 18 попыток Локомотив одержал победу на выезде в Казань. Это, конечно, очень-очень мало. А были и совсем уж оглушительные поражения, совсем неприятные. 4-0, по-моему, там проигрывали по зиме. Тяжело, тяжело всегда против Бердыева играть на выезде. И этот сезон показывает то, что Рубин хоть и не обладает классным составом, но поставить такую оборону, которую очень тяжело проходить, это Бердыев может. И это он делает с любой командой, хоть с Рубином, хоть с Ростовом. Поэтому ждать, что Локомотив хоть и на хорошем ходу, 5 побед подряд, обыграет Рубин легко, наверное, не приходилось. Хотя предыдущую игру Рубин с Оренбургом выдал очень плохую. Все конкретно по движению, по идеям ничего у них не получалось, но то было без Азмуна и на выезде. На выезде все-таки Рубин немножко другое из себя впечатление представляет. Поэтому, наверное, то, что мы в декабре будем первую кубковую игру играть дома против Рубина, и это, наверное, очень хорошо, потому что есть шанс сделать большой задел и на выезд в конце февраля поехать уже с намерением при минусовой температуре просто вот на те же самые 0-0 играть. Я думаю, что ничего плохого в этом не будет, но главное, конечно, дома побеждать. В Рубинах главный секрет был в том, сыграет Азмун или нет. И Азмун сегодня играл с Азмуном и без Азмуна. Это, конечно, два абсолютно разных Рубина, хотя сегодня Азмун был в явно плохой форме. У него было два достаточно хороших момента, чтобы забивать. Один так вообще стопроцентный, и оба раза он не переиграл Гильерме, но, тем не менее, постоянно цеплялся за мячи, обыгрывал Баринова, который вроде был активен, но периодически и проигрывал борьбу тому же Азмуну и отдавал передачи непонятно куда. Но Азмун, в принципе, показал, как нормальный активный форвард должен играть. В противовес этому у нас сегодня вышел Смолов, который только набирает форму после своего повреждения ключицы и показал, что пока он не готов вносить серьезный вклад в победы Локомотива. Вообще, сегодняшний состав был таким вот извлечением уроков из ошибок игры спорта, потому что мы не увидели, ну, всех, вот, кого можно придумать, всех проваливших матч в Португалии мы сегодня не увидели. Мануэл Фернадош вообще не полетел, говорят, у него температура и болезнь, но, учитывая остальной состав, как-то в это совпадение верится, ну, с трудом, потому что Идову, который провалил матч, не попал даже в заявку, там были Маргасов и Лысов, но не было Идову. Хеведас, который провалил матч по статистике и по, ну, в принципе, в нашей обороне, наверное, был одним из худших, и худших, если не худший, по статистике именно на Хеведаса все шишки свалились, его сегодня не было в стартовом составе, был он в запасе, и Эдер, который тоже у нас не лучший матч провел с Португалией, в Португалии сегодня оказался на скамейке запасных, то есть такое вот извлечение уроков и попытка исправить те ошибки, которые были допущены в Португалии. Вместо них у нас, соответственно, а, и Денисов, Игоря Денисова тоже сегодня не было, это тоже очень важный показательный момент, потому что против Порту, Порту Игорь Денисов действительно сыграл плохой матч, очень мало выиграл борьбы и очень мало в эту самую борьбу вступал. Соответственно, вместо Идову выходит Мац и Рыбус, поправился, наконец, поляк, и сегодня сыграл, по-моему, очень хороший, очень достойный матч, и, ну, опять же, мало что получалось в атаке, но Мац и Рыбус в этой атаке был замечен, пытался какие-то прострелы на весы делать, ни один из них не прошел в штрафную, даже близко, все время накрывал Рубин, но, по крайней мере, попытки, забегание, все это присутствовало в игре Мац и оно сзади было, ну, достаточно спокойно, именно за левый фланг нашей обороны, Мац играл хорошо и на втором этаже, и несколько раз спасал, страхуя центральных защитников. Вместо Игоря Дениса у нас вышел Дима Баринов, про него я уже сказал, он вроде провел, не могу сказать, что плохой матч, он много активно боролся, много активно мешал Рубинам развивать атаки, но при этом как-то продуктивности в его действиях было очень немного, и, ну, я привык видеть другого Баринова, человека, который может отдать нормальную передачу, может протащить мяч вперед, может и ударить издали. Сегодня Баринов в некоторых очень простых ситуациях просто дал мяч в ноги сопернику, и этого видеть, конечно, оно вообще не хочется. Опорник должен играть надежно, и если уж не начинать хорошо атаку, то хотя бы не начинать атаку в свои ворота. Наш центр поля до примерно выхода Эдера на 60-й минуте, там вот был отрезок где-то минут 15-20, когда Рубин плотно прихватил инициативу, и моменты создал парочку, там вот наш центр поля провалился. Но вот где-то вот большую часть времени с центром поля у нас было нормально. Все в игре против Рубина, который их на самом деле не так, чтобы сильно этот центр поля прихватывает. Вместо Мануэла Фердандеша вышел Джефферсон Фарфан, который первый тайм отбегал очень бодро, очень неплохо, хотя и с ним связана первая запоротая голевая возможность. Всего у нас их было три, прямо таких вот хороших. И одну из них запорол Фарфан тем, что не смог принять прекраснейшую передачу от Леши Мирончука. Вроде он вложил ему в ногу, вроде просто принимай мяч внутрь штрафной, входи и бей, но Фарфан умудрился принять мяч так, что он покатился вдоль линии штрафной, и момент оказался запорот. Вот это неприятно, я думаю, что если бы мы в тот момент создали момент и забили гол, то Рубин бы точно поплыл, но, к сожалению, не получилось этого. Второй и третий момент были связаны с Антоном Мирончуком. Тот же Леша Мирончук сначала отдал шикарнейшую передачу, здорово выбежали в атаку, наверное, лучшая наша атака была в матче. Вкатывал Антона Мирончука в штрафную, Антон мог сам входить, если бы получше у него была скоростенка, прокинул бы себе мяч, вошел с правой ноги, может быть, забил бы, но еще более перспективной выглядела передача поперек ворот. Третий момент тоже связан с Антоном Мирончуком, это Эдер, который прошел по флангу, хорошо зацепился за мяч, прошел по флангу, сделал нормальный фланговый навес, один из немногих, может быть, единственный во всей игре фланговый навес, который прошел в штрафную, куда вешают обычно наши фланги, я не понимаю, но у Эдера он прошел, и Антон зацепился за этот мяч, принял, и с разворота должен был класть мяч хотя бы в створ, но пробил чуть ли не в угловой флажок, это, конечно, неприятный момент. Нужно попадать, сегодня мы ни разу не попали в створ ворот, нужно попадать в створ, это не знаю, с чем связано, но наши игроки почему-то в створ ворот попадают не очень охотно, и спорта у нас не заладилось с этим сразу в такую мокрую погоду, просто бей по воротам косилис, если мяч попадет в створ, то зафиксировать его, ну, очень сложно, а там на добивании кто-нибудь подбежит и добьет, но нет, наши осадили все ворота, но в створ было буквально там несколько ударов, но то же самое сегодня, но сегодня вообще практически не били, был хороший штрафной того же Антона Мирончука, мимо, были удары Мирончука, вот этот вот с развороту мимо, и остальные моменты даже до Коновалова не доходили, не приходилось ему вступать в игру. Гильермо же как раз в игре поучаствовал, и, наверное, ему можно сказать спасибо за сегодняшнюю ничью, и одно очко, которое, в принципе, ну, довольно нормальный результат, я предсказывал эту ничью еще на прошлом и позапрошлом стриме, что увезти три очка из Казани будет крайне тяжело, но сегодня могли и одного не увезти, в моменте, когда Азмун получал мяч, по всей видимости, в офсайде находился, по-моему, Бухаров, который ему скидывал эту передачу, но судья это не заметил, поэтому Азмун оказался абсолютно один, в метрах в семи от Гильерми, пробил в дальний угол, но Гильерми ждал этого удара и забрал мяч, это было прекрасно, и еще один момент он в концовке уже спасал, до того, как Жамальдин вошел в игру вместо Фарфана, мне кажется, игра на некоторое время стала легкой для Рубины, и они создали несколько моментов, и в том числе тоже какая-то закидушечка прошла на Азмуна, там столкновение, какая-то неразбериха в штрафной, Азмун выкатился все-таки на ворота Гильерми, пробил с острого угла, но Гильерми спас, он большой молодец в сегодняшней встрече, если прошлый матч можно в спорту отнести в разряд одним из самых плохих в карьере Гильерми за Локомотив, то сегодняшний определенно можно ему занести в актив, почему-то в РПЛ Гильерми играет гораздо лучше, чем в Лиге Чемпионов, не знаю, с чем это связано, возможно, все-таки с уровнем исполнителей соперника, что еще хотелось отметить по сегодняшней игре, ну, наверное, про Смолова стоит все-таки сказать, многие, ну, зарубы сейчас идут именно в плане того, что Смолов плохо играет, и это действительно так, и я, ну, мне сложно понять людей, которые защищают Смолова и говорят, что нет, он хорошо играет, ну, просто что-то не получается, Смолов не играет хорошо, и это, ну, довольно очевидно, потому что, ну, там, у него за 60 минут 28 касаний мяча, и это категорически мало для такого форварда, у него очень мало вовлеченности в игру. С Балтикой, когда вот последний матч перед получением травмы, Смолов наконец начал быть вовлеченным в игру, он отходил назад, помогал Миранчукам, в его зону кто-то врывался, сейчас он снова как будто не понимает, как играть с Миранчуками, как играть с Фарфаном, он вроде отходит назад, но только теряет мяч, не может отдать, не может, никто не врывается в эту зону, он не получает мячи, когда он находится в действительно хорошей ситуации, это уже проблема наших полузащитников, которые больше играют между собой, чем отдают передачу на Смолова. Когда надо, знаю, там, протащить мяч, пробить, у него это не получается, он как-то вот он выключен из игры, это моя самая главная претензия к Смолова, не то, что он там моменты запарывает или что-то такое, его просто в этой игре мало, он должен играть гораздо лучше, и это человек, которого Локомотив покупал за 9 миллионов, это огромная сумма для Локомотива, это больше, чем все, что мы потратили за вот время правления Геркуса, и еще чуть раньше, потому что Смородская в конце тоже мало тратила. мы от этого человека вправе ждать какого-то хорошего перформанса, потому что, ну, деньги потрачены, и мы не сможем потратить эти деньги теперь на что-то еще, мы вряд ли продадим Смолова, как минимум за ту же цену, и сейчас Смолов это не показывает. Это не проблема, ну, в том числе проблема Смолова и его плохой формы, потому что опять травма, опять восстановление, но главная проблема это стилистическая, и еще до трансфера было понятно, что либо Локомотив меняет свою стилистику, стилистику своей игры, в которой нападающий не является Галеодором, нападающий является человеком, благодаря которому забивают полузащитники, Мирончуки, Фарфан, кто-то там еще вбегает из глубины, или Мануэл Фернандеш, и забивает голы, примерно так у нас играет Эдер, и это получается полезно, хотя сам Эдер не выглядит каким-то суперкрутым форвардом, но он постоянно в игре, постоянно встречается с мячом, и он получает этот мяч, на него сбегаются 2-3 защитника, а он тут же скидывает его куда-то на фланг, получается опасный момент, Локомотив с Эдером выиграл 5 матчей подряд. Со Смоловым так не получается, потому что Смолов это игрок штрафной, это игрок, который привык, чтобы на него играли, так как сейчас играет Краснодар, все снова начали восхищаться Ари, но, блин, это все было предсказано еще летом, когда только организовывался трансфер Смолова, было понятно, кого не поставь вместо Смолова, он будет забивать, но мы же видели, как Ари играл у нас, ничего особенного по весне он не показывал, сейчас начался сезон в Краснодаре, и он клепает-клепает голы, любой более-менее нормальный форвард, который придет в Краснодар, он будет забивать мячи, потому что там есть Классен, там есть Вандерсон, там есть Пирейра, там есть Гозинский, там есть хорошие фланговые футболисты, которые нагружают постоянно штрафную, и этим позволяют Ари получать мячи внутри штрафной, и получать эти хорошие голевые возможности. У нас с фланга ни одна передача не проходит, и, ну, если одна передача пройдет там за пять игр, это будет вау, круто, но ни Игнатьев, ни Рыбус, ни Мерунчуки, ни Мануил Фернандеш, ни Фарфан, все, кто хотя бы пытаются сделать передачу в штрафной, сегодня же Малединов попробовал, мяч улетает просто к черт пойми куда, и в такой игре, конечно, Смолов будет, ну, абсолютно не пришей кобыли хвост, но деньги потрачены, и нам нужно извлекать из этого какую-то пользу. Вполне возможно, что если мы Смолова поставим не нападающим, а полузащитником, как раз тем чуваком, для которого эти моменты создаются, вместо Антона Мерунчука, вместо Фарфана, на острия оставить того же самого Эдера, вполне возможно, что из глубины Смолов создат гораздо больше, потому что такие моменты, как сегодня были у Антона, например, Смолов, ну, привык решать, Антон сегодня не справился. Посмотрим, как это будет, мне кажется, что наиболее перспективное использование Смолова здесь и сейчас, это с Эдером на острие, как он привык играть, как он умеет играть, и как сегодня играл, в принципе, как он обычно играет, нехорошо, неплохо, но, соответственно, Смолов где-то в глубине, может быть, с фланга, может быть, прям под, по центру, но вот как-то вот так вот. Мне кажется, это будет относительно полезно для команды, потому что Смолов нам нужен, и как ни крути, без хорошей игры главного форварда на высокие места будет очень тяжело замахнуться. В прошлом году главным нашим форвардом стал Фарфан, сегодня он сыграл 2 разных тайма, на мой вкус, если в первом был активен, во втором полностью пропал с радаров, ну, тоже была травма, тоже только восстанавливается. Вышел Жамаледдинов, но мы, наверное, все ждем Рома Тугорева, очень странно, он здорово себя проявил в кубковом матче и был действительно одним из лучших на поле, но пока Палыч не доверяет ему, хотя мне кажется, что сегодня против Рубина человек, который может обвести, был бы очень-очень полезен. У нас таких не нашлось на поле. Спасибо Гиле или Азмуну. Мне кажется, что Азмун должен был забивать, то есть Гиле бог и вообще хорошо сыграл, но такие моменты форвард высокого уровня, коим считается Азмун, все-таки обязаны решать. Стоит прямо перед воротами, 9 метров, просто бей со всей дури куда-нибудь под перекладину и никакой Гильерме не вытащит. Артем, что по Фернандо, что реально температура, или Палыч хочет его остудить немного, как думаешь? Я не могу знать, но такое вот совпадение, что всех, кто провалил этот матч, а Фернандо определенно провалил этот матч, его заменили в перерыве, Палыч не поставил на эту игру. Что-то у него внутри там кипело после Лиги Чемпионов, потому что, ну, такие вот серьезные перестановки в составе, это не в стиле Палыча. Но вот здесь он взял и просто бахнул. Сколько? Пятерых, да, он заменил в итоге, по сравнению с игрой в Порту. Это что-то да значит. Может быть, может быть, сказалось какое-то недобогонгание из самого Мануэла Фернандоша. Но я думаю, что Палыч тоже хотел не ставить Фернандоша на эту игру, иначе бы, ну, согласитесь, да, Фернандош, который играл со сломанным ребром там по весне, и ставил это все в пример Палыча, а тут какая-то температура. Ну, согласитесь, немножко разная. Тот же Фернандош там «я буду играть, я хочу играть», обижается, когда его не ставят в состав, а тут из-за температуры не полетел в Казань вообще. Что-то здесь есть такое вот нечистое. Я думаю, что то, что Фернандош плохо сыграл в Португалии и до этого в Лиге Чемпионов дома, и, в принципе, плохо играл до буквально трех матчей, которые он провел на более-менее нормальном уровне между играми в спорту. Наверное, это сказалось, возможно, контрактные дела берут свое. ЦСКА хорош. ЦСКА прекрасен, но это Гончаренко и хороший состав. Тоже, кстати, очень много народу там спрашивают, как ЦСКА это удается, там, молодой состав, а играют хорошо. Но, блин, почему-то вот люди думают, что если молодой состав, если молодые футболисты, то они должны плохо играть. Я этого не могу понять. Люди в 20 лет, они, наверное, на пике своих физических возможностей находятся, да, там до 30 лет, возможно, этот пик продолжается, у кого как, но в 20 лет человек просто кипит энергия, и он показывает один из своих лучших перформансов, какой бы деятельности он ни занимался. Но почему-то у нас считается то, что 20-летний футболист не умеет в футбол играть. Ну, ЦСКАД доказывает, что это не так. Слава богу, хоть кто-то это доказывает, может быть, это как-то стену будет разбивать, и наконец-то у нас начнут играть 18, 19, 20-летние ребята, которые могут это делать. Возьмите сейчас чертановских ребят, Зиньковского, Глушенкова, поставьте их в состав, и они будут круче, чем большинство футболистов 25, 28, 30 лет, которые играют в РФПЛ. Но при этом еще по весне эти парни играли в ПФЛ. Что думаешь, 3 игры 9 очков, 2 домашки плюс Спартак? Ну, домашки довольно несложные, насколько я помню. Одна из них это Урал, а вторая это Оренбург. Ну, с Оренбургом в любом случае 8 декабря должно быть сложно, хотя я помню, как год назад говорил, что нам очень сложно будет с Тосно, команда доигрывает сезон, ей очень тяжело, а Тосно это команда, которая не дает создавать возможности, а потом мы приехали в Тосно и 3 мяча им закатили вообще без шансов. Потому что все может произойти, но вот прямо сейчас я думаю, что с Оренбургом будет крайне тяжелый матч, потому что Оренбург это команда, которая и на выезде способна сыграть как Рубин сегодня, то есть максимальное количество передвижений, закрыть все зоны, не давать никаких перемещений, но если мы забьем, то в ответку получить шансов очень мало, особенно если Гладжану не давать играть. Со Спартаком играть можно и нужно, надо их обыгрывать в таком состоянии, и до 2 декабря ничего не изменится, 2 недели пройдет, ну больше, да, там сейчас 11 ноября, там 3 недели пройдет, вряд ли Спартак серьезно станет лучше, особенно если они действительно назначат Кононова, который, ну я не верю в тренерский гений Кононова, грамотно сыграть в оборонке, не забивать сами себе, и свои шансы мы против Спартака уж точно получим, ну а Урал это просто удобная для нас команда, так Урал мы обязаны обыгрывать в пятницу, если будет белая форма, голубая вратарская, то все будет отлично, Тим пусти Смолова в свое сердце, почему-то думает, что я хейчу Смолова, но у меня абсолютно нет к нему никакого отношения, ни хорошего, ни плохого, не секрет, что я хорошо отношусь к нашим молодым футболистам, да, я заранее позитивно отношусь к Алексей Мерончику, к Антону, к Баринову, кроме Тугарева, я люблю молодых наших футболистов, и в принципе молодых футболистов я люблю, особенно если они московские футбольные школы заканчивали, потому что я их видел со всем детьми, и как-то прикипаешь к ним сердцем, но к Смолову у меня такого нет, но у меня нет и негатива к Смолову, если он будет хорошо играть, я буду самым счастливым человеком в мире, если он будет забивать голы и приносить локомотиву победы, просто я смотрю и не вижу вообще никакого вклада, вот мы на полном серьезе обсуждаем, кто лучше, Смолов или Эдер, но блин, Эдер это чувак, которого взяли на сдачу за 500 тысяч евро, просто потому, что он забил золотой гол, и нам это ничего не стоило, он есть, как третий форвард команды, и хорошо, хрен бы с ним, а Смолов это надежда локомотива на хороший сезон, и мы на полном серьезе обсуждаем, кто лучше, Смолов, человек лучший бомбардир предыдущих сезонов, за которого заплатили огромные по меркам локомотива деньги, или Эдер, парень, на которого вообще никто не рассчитывает, ну, по-моему, это какой-то приговор для Смолова, ему нужно принципиально сильнее начать играть, потому что у ЦСКА есть Чалов, у Спартака есть Адриану с Зелуишем, у Краснодара есть Ари с Классоном, у Зенита есть Дзюба, нужен форвард, который будет забивать мячи, решать матчи, когда, ну, вот, равные матчи, и нужно, чтобы один человек это решил, не всегда это будут Миранчуки, не всегда это будут, будет Мануэл Фернандеш, не, кто там, не Фарфан, Фарфан пока в плохой форме, и нам нужно, чтобы Смолов в одиночку эти матчи решал, а он не решает. Привет, как тебе игра Идову Спорту и Смолов сегодня, Исмолов ошибочный трансфер, Идову Спорту на мой взгляд худший игрок матча, и главное ошибка Палыча, и главное, что она необъяснимая ошибка Палыча, на мой взгляд, ну, тут даже говорить не о чем, что все большинство голов, ладно, в одном он не виноват и никак не мог спасти, но большинство голов пришли так или иначе при участии Идову, и если бы он сыграл хоть чуть-чуть лучше, у нас бы не было таких больших проблем и такого большого разрыва в счете, который случился, то есть это было ужасно, ну, самое главное, самое, что неприятное, бывают ужасные матчи, и вот Хеведус, например, тоже провел ужасный матч, но это был прогнозируемый ужасный матч Идову, помните, да, я говорил, что ну не хочу я видеть Идову против Порту, потому что, на мой взгляд, это просто самоубийство, бросать этого парня на растерзание команде, которая тупо играет с быстрыми флангами и техничными флангами, Корона, прекраснейший футболист, и вы ставите на него игрока, бывшего игрока Амкара, который опыт от таких матчей ну два или три в жизни имел, это бессмысленно, это плохо, и я уверен, что если бы Хеведуса поставили на фланг, Криховика в центр, Абаринова в центр полузащиты, мы, может быть, мы бы не выиграли у Порту, может быть, мы тоже так же проиграли бы, но это не было бы настолько безнадежно, как это выглядело, то есть каждый раз, когда хоть что-то для Порту грозило какая-то опасность, они просто забирали мяч, начинали долбить во фланг Идову, забивали голы, все, до свидания, начало матча, 15 секунда, Палыч был очень грустный на пресс-конференции, такое вот явно тяжело ему далось поражение от Порту, прям до этого всегда был улыбчивый, что-то хохмил, шутил, вот первая атака, когда четвертая минута матча, пятая, сейчас Алексей отдаст прекраснейшую передачу на Фарфана, то есть вот отдает ее, подобрал мяч под левую ногу, сейчас отдаст и никто ее не сможет перехватить, поймал на развороте правого защитника и все, и Фарфану только входи в штрафную, Смолов отбегает куда-нибудь сюда вправо и они раскатывают вратаря, но Фарфану умудряется не принять этот мяч, как, вот как, ну простейший же момент, и в ногу ведь давал, то есть это не то, чтобы там в пятку как-то дал, прекрасно же, прекрасно же, отдал, Миранчук, никакого вне игры и близко нету, и вместо того, чтобы правой ногой себе прокидывать, Фарфан в левую ногу что-то как-то непонятное делает, очень обидно, это класснейший момент, и повести 1-0 на четвертой минуте и все, Рубин, до свидания, здесь, ну здесь ничего опасного, здесь Кверквелия прервал прострел, Кверквелия молодец в этой игре, вопросов нет, а вот, нет, это один из тех моментов, когда, тоже вот хотел бы акцентировать это внимание, смотрите, идет передача на фланг, Фарфан ее примет, она немножко закручивается в сторону Фарфана, зачем Смолов бежит к этому мячу, вот кто-нибудь понимает, почему он не бежит, не уводит защитника, открывается, вот зачем он сейчас добежал до этой точки и помешал Фарфану, чтобы что, вот он получит в итоге мяч, но все, атаки нету, это не тот момент, который был у нас, не тот, про который мы думали, но тем не менее, это вот пяточки, здесь Леша отдаст плохую передачу, тоже, вот он развернулся, он думает то, что сейчас Антон пойдет в центр, здесь такая зона, сделай шаг Антон в центр и можно бить сразу в лед по этому мячу, но Антон стоит на двух ногах и ждет, что ему отдаст ее в ноги, возможно видел крыховика на дальней фланге, думал то, что навесит, так что, ну здесь Леша, конечно, не поняли братья друг другу, но и Леша, конечно, должен был отдавать эту передачу, нормально, так, чтобы у Антона в любом случае была возможность до нее добраться, но тоже классный момент, тоже здорово мы эту оборону прошли, и пяточки были все в тему, вот здесь жалко, что немножко, чуть-чуть накосорезили, ну удар Антона на самом деле не был таким уж опасным, достаточно серьезно не попал, здесь у нас момент с тем, как Бухаров наступил на Гильерми, на бицепс, он пытался бороться, как бы особо грубости я здесь не вижу, то есть он вот здесь вот наступает на Гильерми, это, конечно, очень больно, но не какая-то там грубость, вот она, эта атака с выходом Мерунчука, посмотрите, какой он просто боженька выходит, от одного уходит, от второго уходит и выкатывает на Антона, как вот здесь вот не забивать, оп, здесь вот есть у нас Смолов, вот в эту зону можно катить мяч, Антон убирает его под себя, при том, что он был в ногах у Антона, то есть Антон мог сделать с ним все, что угодно, и он не сделал ничего, просто грусть, ну, на вас, конечно, молодец, забросик, здесь Гильерми не зафиксировал мяч, но снова рыбусь хорош, не разобрались, Чурлука, офсайт не делает, Бухаров молодец, здесь Абкверквелю мяч долбанется, и, по-моему, будет сейчас опасная атака с Азмуном, да, это именно она, конечно, форвард в такой атаке забивать, сейчас я не знаю, покажут тут офсайт или нет, мы рассматривали, офсайт, на мой взгляд, был, потому что, то есть, видите, Кверквелия двумя ногами за линией, и у него туловище более-менее вертикально, а Бухаров одной ногой еще за, ближе к воротам, и туловище немножко отклонено, и мяч попадет именно к нему, на мой взгляд, это офсайт, но судья не свистит, а Гильерме отбивает от Азмуна. Конечно, такие офсайды только локомотивы свистят. И еще один момент, уже в концовке, здесь Гильерме спасет, снова Азмун выбегает, уже практически убрал себе мяч, но Гильерме упал и перекрыл траекторию. Все, закончились повторы. Поговорим о будущем, как видеть окончание холодной войны в клубе, кто уйдет, Геркус или Палыч. Я подозреваю, что уйдет в Штофельс Хаус. Все-таки, вот я прочел книжку, и у меня полное ощущение, что к Геркусу у Палыча нет претензий. То есть, он делает ему реверанс, что именно Геркус пригласил Палыча, хоть и с оговорками, что это было такое решение популистическое, но тем не менее, он говорит об этом. Если бы прям совсем война была, бы он не упомянул это, и что с Геркус у него были нормальные отношения, а вот Штофельс Хаус ему просто категорически не нравится. Мне кажется, что в итоге Палыч просто продавит увольнение Штофельс Хауса и назначение какого-нибудь другана своего. А то, что 0 ударов в створ, ну, бросьте вы эту мантру про удары в створ. От того, что мы будем 50 раз бить с центра поля в створ ворот, локомотив сильнее не станет. Это абсолютно бессмысленный показатель, просто вот тупейший. Даже ХГ при всей моей нелюбви это, ну, гораздо более адекватный и нормальный показатель. У нас сегодня мало этих самых ХГ, действительно, мы не создали нужной опасности. Но удар в створ ворот это настолько бесполезный показатель. Это как сравнивать владение мячом в 2018 году. Вот мы 60% владели мячом, мы были лучше. Да ни хрена, это вообще ничего не говорит. Чаще команды, которые владеют 40% в мячом гораздо сильнее играют, чем 60%. Это ни о чем не говорящие показатели. Всем пока. Да, забыл попрощаться. Это был очередной послематчевый стрим. Не расстраивайтесь, 0-0 это нормальный результат. Продолжение следует... Продолжение следует...